Накачиваем одну атмосферу. Если у нас сейчас аккумулятор не сдохнет. Видите, у нас он разболтался. Подтягивать его нельзя, что мне очень на самом деле страшно. Всем привет, друзья мои. Вы у меня на даче. Мы сегодня с мамой будем делать консервы из рыбы и консервы будем делать в Автоклаве. Это домашний консервный завод. Эти домашние консервные заводы производит ИП Нестрева. У меня вы на видео увидели Зиму-8. Это, в принципе, тот же самый производитель, только сегодня мы взяли Нефор-16. Почему Нефор-16? Мы обменяли его. Автоклав Зима-8 всего на 8 банок. На 8 банок 0,5. А здесь мы взяли Нефор-16. То есть вот эти цифры 8, 16, это как раз на количество 0,5 банок. Ну, мы решили, в принципе, что нам 8 банок маловато будет за раз, да? И мы попросили нам обменять и сделать на 16-баночный, значит, этот Автоклав. И нам пошли навстречу, и нам обменяли его. И вот теперь у меня будет Нефор-16, а Зима-8 я отдал производителю обратно. Так вот, давайте, значит, приступим К приготовлению этих замечательных консервов. Куча всяких рецептов есть в интернете. Мы сегодня покажем вам один из этих рецептов. И этот рецепт самый простой. Итак, друзья мои, приступим. Для начала нужно обрезать Все плавничочки у рыбы. Они там ни к чему. То есть они лишние. Вот такими интересными инструментами. Я их купил в Икее. Вот здесь зажимается плавник. И он, в принципе, не скользит. Очень удобно. И очень хорошо режутся, значит, плавники. И даже порой перерезается сам хребет рыбы. Мне они очень нравятся, эти инструменты. Я их в свое время приобрел в Икее. Если что-то останется, то на самом деле не страшно. Вот мы раз, вот сюда влащинку зажимаем. И он очень отлично отрезает. Так. Это у нас, по-моему, маленькие карасики. Пойманные в местном пруду. Ножницы вообще даже ни разу я и не точил. Очень хорошие. Вот мы отрезали. Все это дело туда складываем. Теперь наш крупный-крупный судак. Ну, здесь мы уже на речке. Изначально все уже у него какие-то такие основные вещи отрезали, чтобы не кололись. Вот, сейчас отрежем. Вот так даже с мясом немножко вырежем, чтобы мне не колопаться. Кошка местная хочет рыбы. Филейный ножичек не помешает. Лишним не будет. Все, мы это сейчас отрезали, все это дело. Сейчас мы вот это немножко в сторонку сдвинем. Теперь мы, значит, у нашего судака отрежем вот так, разрежем пузико, чтобы его раскрыть как книжку потом. Вот таким, значит, макаром мы его кладем. И начинаем вдоль хребта вырезать наш, значит, хребет. Хребет мы вырезаем у судака из-за того, что он очень-очень толстый. Наверное, в принципе, от окраски не справится. Но мы не экспериментируем, и, в принципе, его просто отсюда удаляем. И вот так мы и идем. Мы, наверное... Мы же не будем полностью филе с тобой делать? Нет. Мы сейчас просто вот так его разрежем чуть-чуть, да? А тут мы, короче, просто отрежем, да? Все, теперь с другой стороны. Вот у нас, значит, получилась вот такая штучка. Вот он, хребет. И сейчас я его, этот хребет, отсюда вырежу, опять же, вот этими ножницами. Здесь, я говорю, тут впадина есть, которая, в принципе, раз мы первую косточку зажимаем, и она пошла. Ножницы плохо режут мягкие ткани рыбы, а кости перерезают хорошо. Вот мы, значит, все обрезали. Теперь мы сейчас рыбу помоем, сполоснем. И дальнейшая стадия приготовления рыбы, это будет резко на кусочки. Уже на те порции, которые мы будем скрывать в банке. На самом деле рыбу лучше использовать мелкую, потому что крупную рыбу приходится очень сильно делить. Автоклав вообще на самом деле, это как, ну, скажу так просто, как мусороперерабатывающий завод. Это на самом деле для бросовой рыбы, для бросовой рыбы, которую нам вообще, ну, мы на уху бы ее, может быть, использовали, или куда-либо еще. То есть делаем кусочки мелкие. Ну, я думаю, что-то и оставим. Вот. И когда, если рыба крупная, то очень на самом деле проблематично резать ее, делить там на всякие разные мелкие кусочки. Вот, видите, тоже, да, как ее теперь поделить? Ну, целая проблема. Я просто ей переломаю немножко кости, и чтобы она смогла, наверное, свернуться. Сейчас я потихоньку все это буду перекладывать сюда, чтобы мне не мешалось. Вот. Судаком будет с этим попроще, потому что мы хребет ему вырезали, ну, и теперь мы просто будем делать куски. Нарезать куски. Судака мы сейчас попробуем сделать отдельно. Ну, просто ради интереса, что получится. Просто здесь вообще, получается, практически костей нету, и как он себя, интересно, там в Автоклаве поведет, мы тоже еще не знаем. Обычно мы делали мелкую рыбу со знакомыми. Сами мы на самом деле сейчас делаем тоже первый раз. Вот. Как думаешь, оставляем такие куски, нет? Давай попробуем. Ну, мы решили оставлять вот такие куски у судака. Может быть, крупноваты, но, я говорю, там костей нету, и он получается довольно-таки очень мягкий. Костей мало. Вот они немножко. Ну, может быть, я еще вот так поделю некоторые куски. Можно сразу резать покрупнее, а потом пополам. Или мы сейчас действительно будем резать, наверное, покрупнее. И пополам вот так будем делить. На самом деле рыба, получается, в Автоклаве очень вкусная. Меня, я говорю, угостили это в том году осенью. Угостили там буфовой, ну, это грубо, типа карася, рыба такая. Что-то такая напоминает сазаная, там карася из таких карасевых. И человек меня угостил, два рецепта сделал он. Он прямо на природе делал, и потом все это делал уже готово и вез домой. Рецепт был один в масле, просто в масле, как мы сейчас сделаем. И второй рецепт это был в томате. То есть получилось, как рыба в томате. Мне очень понравилось, я с удовольствием это все дело съел. И мне стало интересно. И я тоже решился приобрести себе Автоклав. Автоклав у меня сейчас, как вы поняли, на 16 банок пол-литровых. Но их не обязательно всем загружать туда, 16 банок. Можно сделать одну банку, можно сделать две банки, можно пять банок. Насколько сейчас рыба у нас получится, грубо, столько мы и сделаем этой продукции, скажем так. Главное, когда мы банки поставим, главное воды налить столько, чтобы банки были закрыты полностью. То есть, сверху, допустим, от края банок, там, ну, сантиметров, сантиметра два, может быть, пять, банки должны быть закрыты полностью водой. Все, друзья мои, вот мы приготовили рыбу. Здесь у нас судак практически без костей. Здесь у нас очень колючий и очень костлявый, значит, здесь карась и, по-моему, сазанчик маленький. Так вот, значит, Автоклав у нас на 16 банок. Но не обязательно делать на 16 банок. Здесь, как вы видите, далеко не 16 банок получится. Сколько сейчас получится, столько получится. Главное, когда мы банки загрузим в Автоклав, крышки должны быть сверху прикрытой водой, где-то сантиметра два-пять. И мы потом, значит, туда накачиваем давление. Одну атмосферу. Одну атмосферу накачиваем мы давление. И, соответственно, у нас получается, мы должны держать в районе четырех атмосфер. Значит, я еще вам более подробно сейчас дальше расскажу. На самом деле надо ориентироваться на датчик не температуры, а на датчик именно давления. То есть, как я понял, три атмосферы давления равняется 120 градусов по Цельсию. Теперь мы начинаем все это дело приготовить. Сейчас мы это дело все солим. И присоленная рыба должна постоять 15-20 минут. То есть, соль должна впитаться. Мешаем, перемешиваем все это дело. Костлявую рыбу жутко, вообще колючая. Так что, если вы наловили вкусных карасиков, можно все дело заавтак лавить. А можно даже бычков в томате. Ведь бычки нам, да, в прудах всем мешают. Вот тебе, дед, мешают бычки в пруду? Очень мешают. Все, поели. А что нужно сделать? Выловить их, принести домой и завтра лавить. Бычки в томате. Очень вкусно будет, кстати. Надо попробовать. Причем целиком. Причем целиком. И резать не надо, и чистить не надо, по-моему. Там бычок у нас что, без кишуи же, нет? Без кишуи. Ой, все. Да в кишках его там. Короче, в майские праздники начинаем вылов чеховского бычка. Чеховский бычок у нас будет в томате. Я думаю, должно быть вкусно. Так, вот мы все перемешали. Теперь это у нас будет настаиваться минут 20. Ну что, друзья мои, прошло 20 минут. Рыба у нас солью напиталась. Все это дело немножко настоялось. И теперь мы будем все это дело складывать в баночки. Желательно иметь обыкновенную русскую толкушку. Для чего это надо? Чтобы баночки, я сейчас вам покажем, немножко рыбу в банках упрессовывать. Чтобы потом, когда она начнет в процессе приготовления оседать, скажем так, кости у нее начнут сжиматься. То есть, да, рыба начнет все равно готовиться. И рыбы станет все равно немножко меньше в этой банке. Так, теперь берем банку, да? Да, берем банку. Теперь берем банку. Так, самому же интересно. Первый раз мы сами все готовим. Так, берем банку. На дно столовую ложку масла. На дно столовая ложка подсолнечного масла в банку. Так. Три душистых горошка. Три душистых горошка. А если они маленькие? Вот все время у меня вопрос, как они... Три. Вот есть большие, есть маленькие. Все равно три. Давай побольше возьмем. Три. 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 Три черного. Три черного. Но все равно, согласитесь, всегда вопрос. Ведь три каких? Они же бывают разные. Раз. Все равно вкус у них наберется от трех. Два. Три. То есть, еще раз мы положили три черного и три душистого. Так они называются? Да. А чем отличается черный от душистого? Вкусом. Вкусом. И запахом. И запахом. И один маленький лавровый листик. Если он большой, то половину. Так, вот мы в банку положили три душистых горошка, три черных горошка и один маленький лавровый листик. И на дне еще столовая ложка подсолнечного масла. А какого? Рафинированного или нет? Ну, мы положили рафинированного. Мы, короче, без запаха то ливанули. То есть, рафинированное. Какое было? Вам не пугай людей. Так. Берем, закладываем. А теперь все это дело туда начинаем складывать. То есть, нашу просоленную рыбу мы складываем. Мы решили отдельно сделать судака, потому что он у нас получился практически без костей. И отдельно сделать нашего карася. И там, по-моему, был карпик. Вот мы это дело все складываем. Складываем мы это дело все туда. Приблизительно, чтобы 2 сантиметра до края банки у нас было. Мы с рулеткой же не будем все это делать. Вот теперь толкушка. На глазок. Давайте еще, еще положим. Конечно, еще. Потом сейчас выберем. Вот так вот. Раз. Вот мы, значит, наполнили нашу банку нашим карасем. На дне у нас все приправы там лежат. Ну, приправа это громко сказано. Лавровый лист, повторюсь. Три душистых. Три горошка. И один где-то там маленький лавровый листик. И это у нас в масле будет. А еще мы решили судака. Сейчас мы закатаем. Решили попробовать в томате. Ну, без морковки, без всяких таких вот специй. Интересно, которые, в принципе, должны там присутствовать. Обжаренная морковка для вкуса. А мы просто туда томатную пасту. Или что? Или кетчуп. Томатная паста. А судака мы все-таки решили сделать в томате. Рассказываю вам, что ты там наколдовала. Мы взяли томатную пасту. Обыкновенную. Разбавили. Ну, можно половину. Я вот сделала, треть разбавила. Не половиночку, а треть воды. Добавила соли и добавила сахарку. По вкусу. А вкус какой должен быть? А вот такой, кисло-сладкий. А вкус должен быть кисло-сладкий. На самом деле, чтобы вы смогли ее есть. Ну, просто вот как нравится. На самом деле, хоть на бутерброд намазывай и ешь. И начинаем опять процесс тот же самый. Одна столовая ложка на одну банку. То есть, вместо масла мы просто положили вот этой, значит, смеси нашей томатной. Так, и теперь кладем три душистых и три просто черный горошек. Три штучки. А лавровый лист? И лавровый лист. Вот, чуть не забыли. И лавровый лист маленький. Если большой, то половинку. Вот, половинка большого лаврового листа. И теперь мы сюда кладем судака. Судак у нас получился без костей. Ну, потому что, я говорю, он большой. И мы его просто практически расфилеяли. Что там говорить? Мы закрываем филе, которое можно было пожарить и вкусно съесть. Ну, нам даже очень интересно, что получится и какой будет вкус. Да. Вот у нас там все расплывается красиво. Так, это у нас вторая банка получилась. Ну, давай еще в томате сделаем. Еще одну в томате получилась. Толкушка, кстати, на самом деле особо, наверное, я даже не знаю, если руки у нас чистые, мы будем как раз натолкать туда. Она все равно больше не упрессовывает, сколько я не помню. Все, толкушка нам особо даже не нужна, наверное. Хотя, я говорю, когда приготовится все дело, мы посмотрим. Может быть, я был не прав. Вот у нас получилось 4 банки. Теперь сейчас я помою руки и начнем закатывать банки. Ну, вот, друзья мои, вот они наши заготовочки, которые сейчас мы будем закрывать. Закрывать будем вот такой древней машинкой. Смотрите, значит, в чем еще идея автоклава. То есть, смысл в том, что банки просто моются. Просто моются. Ну, хорошо моются, имеется в виду, просто моются. Вот, не стерилизуются, ничего. А крышки надо, конечно, немножко простерилизовать. То есть, нагреть их. И крышки у нас нагреваются вот в такой маленькой кастрюльке. И вот как они закипят, они уже вот процесс закипания наступает. Сейчас мы крышкой накроем, они быстрее закипят. Как они закипят, мы их выключаем. И начинаем надевать на банки. Итак, крышки у нас готовы. Мы их раз. Мы их два. Мы их три. И четвертая крышка готова. Одна запасная. Так. И теперь мы начинаем вот такой машинкой. Старой, древней. Но проверенной. Но проверенной. Накручивать. Да. Упор она. Как там она накручивается? Да. До центра. До центра и обратно. То есть здесь все на самом деле очень просто. Нажимаем. Главное давить на крышку посильнее. Чтобы машинка не соскочила. Да, чтобы не соскочила машинка. Друзья мои, закрутили мы банки. Вот таким агрегатом. Теперь мы эти баночки будем помещать в наш автоклав. Вот наш автоклав. И теперь самое главное, друзья мои. Вот такой термоманометр стоит на автоклавах производителя ИП Нестерова. Здесь, значит, сверху показана температура, а внизу давление, которое создается внутри. Так вот, в этом автоклаве нужно смотреть по давлению. Вообще, на самом деле, на сегодняшний момент особо нет правильных термоманометров, которые показывают по температуре, как я понял. Поэтому всегда ориентируйтесь по давлению. Мы сейчас будем накачивать одну атмосферу и рабочую будем держать 4 атмосферы. То есть почему? Смотрите, какая получается схема. 3 атмосферы равняется 120 градусам. Автоклав, в принципе, должен приготовить при температуре 120 градусов. Если он приготовлен при температуре 120 градусов, он убивает всякие микробы и бактерии, и косточки начинают у рыбы смягчаться. Поэтому, значит, 3 атмосферы после того, как мы, допустим, накачали именно вручную. Если мы накачали одну атмосферу, значит, прибавляем 3, получаем 4 атмосферы. Вот в районе 4 атмосфер мы будем держать. Так, теперь еще раз нюанс. Сейчас я вам тоже по месту все покажу. Крышка у Автоклава и Пеннистрова закрывается изнутри. Это на самом деле очень хорошо. Прокладка у крышки прижимается равномерно, благодаря тому, что у нас давление изнутри давит полностью на эту поверхность крышки изнутри. Но здесь есть один секрет, один момент. Когда у нас давление давит на поверхность крышки изнутри, у нас прокладка сжимается и ослабевает вот эта, значит, ручка, затяжка. Вот этот болт, он ослабевает. Его подтягивать ни в коем случае нельзя. Я сейчас это сделал, все покажу. Накачивать мы давление будем насосом Беркут автомобильным. Использовать приспособление, куда, допустим, обычно в машину же втыкается, я решил, вот у меня вот такой есть автомобильный ящик для аккумулятора. И, значит, вот так я там все это дело примастырил. Аккумулятор, система крокодилов-зарядки. И сюда мы втыкаем, здесь есть вот такие прикуриватели, и втыкаем, значит, наш шнурик. И вот наш насос автомобильный. И сейчас мы загружаем в автоклав наши банки. На самом деле, видите, процесс этот не такой уж и сложный. Он больше мне сейчас осложняет то, что я еще и снимаю. А так, рука проходит отлично. Мы их ставим вот равномерно. Если у нас их 16, то они ставятся в 2 ряда, или сюда, по-моему, даже помещаются в 3. Точно я еще не экспериментирую. Вот наши банки там. Теперь мы их заливаем водой, чтобы вода накрывала банки сверху. Это сантиметра 2-5. Теперь у нас пошел процесс наливания воды. Еще очень важно, когда вы одеваете вот этот термоманометр, его закручивать вручную. Хотя вот здесь пишут, что за корпус не закручивать. Но, как мне сказал производитель, надо его закручивать вручную, чтобы он легко откручивался. Я, если честно, здорово его опять маленько подкрутил. Я очень очкую, что у меня что-нибудь где-нибудь будет подспускать. Итак, друзья мои, вот где-то 4 кувшинчика мы налили. Еще, да? Все. А, все? Да. Все, друзья мои, начинаем герметизацию. Или как она там называется? Герметиза... Как она называется? Задрайки, Люке! Процесс пошел. Теперь мы вставляем нашу чудо-крышку. Мне одной рукой просто это очень неудобно делать. Внутри автоклавы есть... Ну-ка, дед, помоги мне, покрути этот болт. Внутри автоклавы есть пазы, куда крышка, в принципе, встает и особо она оттуда не соскакивает. Так вот, мы ее подтянули. Вот, все. Дальше даже подтягивать не надо. Почему? Потому что бесполезно. Сейчас объясню. Когда мы сейчас будем накачивать давление автомобильным насосом, можно там пробовать, наверное, велосипедным, просто, наверное, долго это будет. Я говорю, я вот автомобильным сейчас буду пытаться. Вот. Когда мы накачаем давление, давление будет изнутри эту крышку подпирать. Прокладка будет сжиматься, и вот этот болт ослабнет. Я вам потом покажу этот момент. Старт, друзья мои, старт. Накачиваем одну атмосферу. И если у нас сейчас аккумулятор не сдохнет. Ура! Одна атмосфера. Все. Вот теперь смотрите, что у нас получилось. Давление снизу давит. Видите? У нас он разболтался. Подтягивать его нельзя. Если мы подтянем, и потом, когда он остынет, мы с трудом это дело, все это дело сможем открутить. Поэтому вот как она есть, как это страшно, мне очень, очень, на самом деле, страшно. Но вот так она должна быть. Все. В таком состоянии будем сейчас приготовлять. Не закручивайте до конца. А иначе потом не открутить. Все. Процесс пошел. Мы зажгли газ и будем дожидаться набора нашего давления. Давление должно подняться до 4 атмосфер. И только после этого начнется процесс приготовления. Который займет где-то 30 минут. Ну, говорят, что можно 20 рыб. Мы, наверное, первый раз попробуем все-таки 30 минут рыбу потомить. Как удерживать на 4 атмосферах? Надо регулировать газом, убавлять, прибавлять, уменьшать. Порой даже полностью выключать газ, чтобы, допустим, давление падало. Потом опять зажигать. И вот такой процесс, на самом деле, он трудоемкий. Ну, когда руки уже, как говорится, набиты, все это дело легко будет. Ну, вот, друзья мои, через 2 часа 40 минут 4 атмосферы набежало. Вот теперь где-то с этого момента мы начинаем отсчитывать 30 минут. Будет приготовление идти. Вот видите, как она болтается, и мы ее не подтягиваем. Теперь мы убавляем газ, ставим на минималку, прям на минимальный. И начинаем наблюдать за шкалой, за этой. Если сейчас будет падать, немножко прибавим. То есть будем держать, будем стараться держать в районе 4 атмосфер. 3,8-4, это вот так. Ну, вот мы пытаемся удержать на 4. Осталось нам еще минут 10, и все будет готово. Все, друзья мои, мы дождались того момента, после того, как атмосферное давление набралось до 4. С этого момента прошло уже 30 минут. Мы выключаем, и теперь автоклав будет стоять и остывать. Оставим мы его до утра. Ну, а утром мы снова встретимся, и мы покажем, что там получилось у нас. Ну вот, друзья мои, утро следующего дня, и мы сейчас будем вскрывать автоклав и смотреть, что там у нас получилось. Надеюсь, процесс прошел удачно. Сейчас будем вскрывать. Вот у нас давление упало практически до одной атмосферы, как мы и накачивали. И сейчас мы будем очень медленно откручивать. Крышка, как видите, атмосферу еще держит, поэтому она так болтается. Сейчас мы потихоньку будем открывать. Ищем. Пошел воздух. И вот теперь она вот так, ничего мы не делаем, будет потихоньку устаравливать. И пока она до нуля не упадет. Ну, приблизительно до нуля. Надо его сбавлять очень медленно, постепенно, чтобы крышки не скрылись. Поэтому сейчас вот будет процесс тоже небыстрый. Ну вот, закончилось стравливание давления. Давление по нулям. Все, как вы видите, крышка уже более-менее устойчива стала. То есть она уже так сильно не шатается. Давление отпустило. А если бы мы подтянули бы, нам было бы тяжело откручивать. Все. Все на месте. Все отлично. Ничего не взорвалось. Теперь, короче, интересно, что там за продукт. Вкусно или нет. Сейчас достаем. Водичка тепленькая. Вот так внутри теперь все это дело выглядит. Видите, сильно упрессовалось. Следующая банка. До краев, наверное, надо было насыпать рыбы. Сейчас мы вот картошку жарим. Будем пробовать под картошку. А то, может, ничего ни хрена не получилось. А вот, ну, видишь, нам поплотнее упрессовывали. Ну, давай, выдирай и туда поставим. Сниму с этого. Ну, вот, как вы видите, там просто водичка. Рыбки не ползают. Банки мы достали и обнаружили такую вещь. Все баночки хорошо втянуты. А одна банка, ну, как будто вздутая получается. Это, возможно, мой косяк. Я одну банку закрывал. Я первый раз закрывал. И опыта у меня нету. Я просто закручивал ее. Возможно, это она. Предлагал это пометить, но мы не пометили ее. Вот. Бог его знает. Ну, вот три банки, которые мама именно закручивала. Возможно, все нормальные. Вот это в томате. Почему-то томат у нас весь на дне получился. Наверное, может быть, слоями надо было делать. И, наверное, упрессовывать в следующий раз надо будет. То есть, побольше накладывать рыбы прям до конца. То есть, она осела. Ну, вот мы вскрыли эту банку, которая была вздутая, и пробуем ее есть. На самом деле, все вкусно получилось. Вот я просто хочу вам показать. Вот кость, это от карася или от сазана, целая кость. Вот она, вот. Косточки превращаются вот в такой мел, в такую труху. Вот этим как раз и хороший автоклав, что, в принципе, можно с косточкой все готовить. И получается очень-очень вкусно. Ладно, сейчас будем картошку накладывать и будем есть дело с картошкой. Где-то он уже уплетает. Ну, все. Давайте. Всем пока. Всем удачи. Автоклав – это вещь. А то, вон, реклама была в консервной банке. Ты чего зря кладут. Такая здоровая, вроде страшная даже ее есть. А она на самом деле, смотрите. Вот так ее давление превращает вот в такую муку. Ну, вот кость превращается вот в такую муку. Это можно есть. Вот такую кость, как я вам показала, кажется страшно, да? Она вот на самом деле просто внешний вид такой. А когда она попадает на зуб, или вот, видите, ко мне в руки попало, и все. И она превращается вот в такую костяную муку. Ну, а самое главное, что консервы получаются домашние. Тут, как вы увидели, ничего нету вредного, ничего нету лишнего. Тут столовая ложка масла. Три горошинки душистого перца. Три горошинки черного перца. И лавровый листик. Больше ничего здесь нет. Остальной весь процесс происходит именно в автоклаве. Он ее вот парит там, или что там происходит, я не знаю. Вот очень вкусно получается, на самом деле, поверьте. Как покупные консервы, кто вот если пробовал, кирки в томате, там всякие, карасики в томате, не знаю, типа сайры, что-то типа такого. Здесь мы попробовали еще вот с томатом сделали. Можно еще делать, предварительно обжарив морковку, лучок, все это дело тоже туда складывать. Можно слоями, наверное, томат добавлять туда. Экспериментировать можно по-разному, друзья мои, просто по-разному. То есть, проявляйте фантазии. Заходите ко мне в группу ВКонтакте. Оставляйте свои рецепты. Я тоже, как бы, с удовольствием их попробую и сделаю. Все, друзья мои. Всем пока. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Субтитры подогнал «Симон»!